Регистрируют на выборах губернаторов того, кого выгодно регистрировать власти. А иначе может случиться так, что выгоду будут получать единицы, а страдать будут миллионы. Губернатор действует в рамках системы. И он, для того, чтобы действовать как губернатор, обязан выполнять все правила, которые там есть. Хорошо, Лукашенко уйдет. Будет Тихановская. Что она будет делать? Как ты считаешь, Танислав, воспользовались ли хабаровскими протестами, скажем так, ребята, кто на этом профессионально работает? Правые стороны, там какой-нибудь, значит, Навальный штаб, там, да, какая-то открытая Россия и так далее и тому подобное. Это первое, немножко вкратце. А второе, а как ты считаешь, для левых это урок или нет? Воспользовались ли хабаровские левые или левые Дальнего Востока или левые Хабаровского края? И есть ли такие вот этим самым событием? Воспользовались ли для своего самообразования, для уточнения своей позиции, для планирования на будущее своей работы? Итак, первое, как ты считаешь, воспользовались ли повесткой права и силы? Попытались воспользоваться. Попытались воспользоваться, потому что и представители штаба Навального, и представители действующих в России праволиберальных организаций, они направляли сюда, на площадь Ленина, и своих представителей, и выступали, и освещали эти мероприятия. Профессиональные оппозиционеры, диссиденты, практиканты приехали. И были заинтересованы в этом. Но надо сказать, что попытки оседлать этот протест под вполне конкретной вот этой вот повесткой, вот это у них не получилось. Не потому, что им противодействовала, например, власть, хотя это тоже было, но не поэтому. Просто из-за того, что сам характер протеста, сам характер случившегося другой. И поэтому здесь этого не получилось. Что касается левых, то, безусловно, вот само понятие левое, это очень широко. Левое, мы говорим, левое от умеренных социалистов, заканчивая анархистами. Это очень широкий спешек. Ну, широкий, да. Ну, у нас в Абаровске кто, Стас? Ну, мы знаем, что там, КПРФ есть. Это понятно. Но опять-таки, если мы посмотрим на позицию действующих в Хабаровске организаций, которые мы можем отнести к левым или условно-левым. У КПРФ, как у политической организации, высказанная была позиция первым секретарем Крайкома КПРФ Перевезенцевым, что все происходящее в городе – это массовые беспорядки, и власть должна навести порядок, используя правоохранительные органы и спецсредства. То есть, по сути дела, это обращение к власти с тем, чтобы власть подавила мирные протесты способом насилия. Это первая позиция, которая была высказана Перевезенцевым. Также, например, депутат Краевой думы Сергей Ильин, он записал обращение к первый день протеста с призывом не ходить на митинги, потому что может быть ответственность за несанкционированные акции, и не поддерживать протестующих. Но потом некоторые члены КПРФ, и в частности депутат Краевой думы Кукушкин, они стали появляться на демонстрациях, неся флаги КПРФ. Были заметны. И КПРФ, Станислав. И КПРФ тоже были. Я замечал, в последние митинги очень много было флагов. Немного, вернее, стали наблюдаться флаги советской символики. Просто красный флаг, серп и молод. Флаги советской символики, кстати, приносили многие простые люди, которые не являются членами КПРФ. А и члены РКРП приносили красные флаги. И люди, которые входят в общественные движения, которые на КПРФ ориентируют. Например, там, насколько мне помнится, там, за новый социализм. Левый фронт и так далее. То есть мы видим, что среди самой КПРФ имеются разные оценки. С одной стороны, официально это неприятие протестов и их озуждение. А с другой стороны, попытка влиться в этот протест и, что называется, словить хайп. Да. Потому что, ну, если это серьезная политика, это если серьезная организация, то должно быть какое-то общее мнение, да. А значит, это клуб по интересам. И действительно, словить хайп, показать, что вот мы тоже здесь, мы с народом и так далее. Но надо сказать, что здесь это, скорее всего, некоторые лица, заинтересованные в выборах КПРФ, они просто работают на то, чтобы, ну, не на перспективу, чтобы люди, спросив их, а где вы были, с народом или нет, не услышали в ответ, а вот нас там не было. То есть, понятно, понятно здесь в этом отношении все. То есть, я не вижу у КПРФ именно такой четкой принципиальной коммунистической позиции. В принципе, ее нет, учитывая сам характер партии и учитывая, кто сейчас в главе КПРФ в Хабаровском крае стоит. То есть, здесь с этим все понятно. Что касается РКРП и Родфронта, у нас позиция есть вполне себе официальная. Более того, есть обращение не только Хабаровской краевой организации РКРП, но еще и организации РКРП Тюменской, Кировской и других в отношении Хабаровска. Именно РКРП считает, что все произошедшее в Хабаровском крае, все митинги, все протесты, это закономерный общедемократический протест, который вызвал вполне конкретные политическими и социально-экономическими причинами. И мы считаем, что наш долг как коммунистов быть вместе с народом, но при этом разъяснять людям о том, что необходимо для успешного действия, для того, чтобы движение пришло к определенным целям, расширять повестку и вносить в нее как общедемократические, политические, так и конкретно социально-экономические требования, более конкретные, выступать за них и обращаться ко всей остальной России, чтобы другие регионы их поддерживали. То есть, как говорят левые блогеры, вести среди народа агитацию и пропаганду, да? Да, безусловно. То есть у нас позиция такая, и мы все протестные акции, которые были, проходили, мы их понимаем и мы их приветствуем, мы считаем, что люди проснулись. Люди проснулись, и это нужно только приветствовать. Люди реализуют свои права, которые даны им по Конституции. Это не правонарушители, это не погромщики, это не организаторы массовых беспорядков. Очень важно, мы говорили про это. Да, это мирные протестующие, и этого не может видеть либо провокатор, либо человек, который абсолютно не знает ситуацию в Хабаровске. Мы не видели и не слышали ни хруста битого стекла, ни запаха горячих покрышек. Хотя, Станислав, ты знаешь, были силы, которые хотели бы это устроить. Но не устроили. Не устроили, да. Ну вот, не устроили. А это означает, что они не увидели, что большая часть людей готова это поддержать. Ты слышал что-нибудь, здесь приезжали, когда московские журналисты, там, либерального толка, эхо Москвы, вот паренек с эхо Нарышкин, Нарышкин, он записывал интервью с разными участниками событий, значит, ну, с околофургальским окружением, там и пресс-секретарь был, значит, да, и вот этот вот парень-депутат, который там блок ведет, так вот, да, и этот самый штаб Навального, и с КПРФ. И в одном из интервью представитель штаба Навального, Ворсин, такой местный паренек, рассказал про то, что к нему подходил этот вот, который злой дальневосточник, Каян, да, чтобы ребята устроили на площади палаточный городок. А что такое палаточный городок? Где палаточный городок? Там, извините меня, чай, кофе, булочки, пирожки на разнос, там, возможно, и костерки и так далее. Но если ты герой такой, если ты обладаешь какой-то своей позицией, зачем прятаться за спиной, ну, как я считаю, Навальнистов, там, кого угодно, в ИДИСКО же сам, хоть ты ЛДПРовец, хоть кто, нет же вот таким вот, знаешь, образом. Ну, мы обсудим это в нашем проекте «Мятежный регион», пока только просто затронули, что были силы, которые хотели бы перевести мирный протест вот в такие эксцессы, чтобы это было, чтобы это можно было засветить и так далее. Вот, что касается левых организаций, у ОРКРП от фронта позиция такая, да? Вот, насколько мне понимается, и другие левые организации, которые есть в Хабаровске, например, такие, как Революционная рабочая партия, РРП, да, и другие организации, которые у нас есть, хоть и немногочисленные, они тоже придутся в такой позиции. Что касается организаций, которые продерживаются, ориентируются на КПРФ, то есть Левый фронт, Ленинский комсомол, ЛКСМ, РФ, там, Задвижение за новый социализм, они вот, у них точно такие же колебания в этом отношении, но я хотел бы как раз-таки тут разделить, что некоторые члены КПРФ из искренних побуждений и руководствуясь, ну вот, такими же мотивировками, как и мы, выходят на площадь. Другое дело, что некоторые руководители КПРФ с этого хотят себе получить определенную известность, которая бы скажется на их биографии к выборам. Да, к выборам, да, то есть здесь нужно разделять верхушку КПРФ и рядовых коммунистов, которых в КПРФ, ну, пока еще остается определенное количество, вот, то есть здесь, безусловно. То есть, и если говорить об общей тактике левых, мы, безусловно, заинтересованы тем, что называется левым блоком, да, но при этом, чтобы это был действительно левый блок, а не попытка КПРФ изобразить из-за себя вот руководителя левого движения. Кстати, организовывала же КПРФ попытку создания гражданского совета, насколько мне помнится, но она провалилась, потому что никто из левых организаций не принял в этом участие, кроме движения за новый социализм, и то, вот, например, в наш адрес КПРФ не обращалась. То есть нам не направляло предложение в эти выборщины, да? Наверное, наверное, ну вот я, как первый секретарь края кома РКРП, не другие наши товарищи, то есть на них никто из КПРФ, из руководства КПРФ не выходил, хотя рядовые члены КПРФ порой говорили так, что вот как вы войдете, мы говорим, ну, позвольте, как мы войдем, если нас никто не приглашал? То есть тут действительно это уже вопрос, ну, политической культуры. Если вы хотите создавать какой-то координационный совет, то свяжитесь с руководством другой организации, которую вы считаете, союзной, да, например, и обратитесь с приглашением. А так, чтобы опубликовать через МИО, вот у нас совет, кто хотите, приходите, но это как-то довольно странно звучит, это несерьезно. Это несерьезно. В этой связи, Станислав, скажи, пожалуйста, на сегодняшний день позиция РКРП в Хабаровском крае, какие у вас, извини, проблемы, если они есть? Ну, проблемы есть у всех. Да, да, да. Какие у вас планы на ближайшее будущее? Ну, для начала хотелось бы сказать, что... Вы же входите в Совет политических партий при губернаторе? Я сейчас расскажу. Здесь еще что хотелось бы сказать. Все мы понимаем, что любое действие рождает противодействие. И это закон физики. Акция-реакция. Да, и в этом плане общественная жизнь не исключение, потому что мы знаем, что РКРП за свою принципиальную позицию в 2008 году была решена регистрация на уровне федеральном. РКРП лишили регистрации как политической партии. РКРП зарегистрировала такую партию, как Российский Объединенный Трудовой Фронт в 2012 году. И вот буквально несколько недель назад Родфронт тоже лишили регистрации со стороны Верховного Суда. То есть, по какой причине действующее избирательное законодательство, действующее законодательство политических партий достаточно жестко фиксирует, что любая политическая партия, зарегистрированная в России, должна принять участие в выборах на территории более чем 50% субъектов федерации. То есть, более чем в половине регионов за определенный период партия должна принять участие в выборах. Такое себе условие. Да, но если бы эти выборы организовывались честно, открыто и без препон отдельным кандидатам, ну и нормальные требования. Но мы знаем, как у нас организуются выборы. Мы знаем, что власть пускает на выборы только тех, кого и выгодно пустить. А у тех, кого невыгодно пустить, можно найти ошибки в запятых, неправильные формулировки, документы оформлены не по стандарту, хотя на такие же ошибки у других кандидатов, но можно вот так вот закрывать глаза. То есть, тут уже вопрос вкуса или вопрос указания, которое получено свыше. И надо сказать, что в прошлом году во всей России Родфронт пытался участвовать в выборах. Только каждый десятый кандидат был зарегистрирован. То есть, это чудовищный административный произвол в отношении партии. И когда началось заседание суда, было сказано, вот, Родфронт, вы не участвовали в выборах. В суде было продемонстрировано доказательство, в Верховном суде нашими товарищами, что партия на протяжении всех 7-8 лет своего существования принимала участие в выборах или пыталась в них принять. Но учитывая, что позиция избирательных комиссий, которые отражают волю исполнительной власти, в значительной степени, были такие, партии не удавалось зарегистрироваться на выборах. То есть, с одной стороны, вас самих не допускали, а потом ставят нам вину и отменяют регистрацию. То есть, вот такая вот иезуитская политика у власти есть. И она общеизвестна. Она общеизвестна. Многие в Хабаровске на выборах в прошлом году на себе испытали кандидаты, когда казалось бы, ну вот все, все до запятой правильно. Нет, вот здесь есть расхождение. Закон, конечно, ничего не говорит, как это должно быть. Но вот, исходя из общей практики, мы вам откажем. Хотя это, например, какой-то, например, недочет, но он не влияет ни на что. В нашем с вами первом политном форуме я подробно рассказывал о том, как происходили выборы в Хабаровском крае в прошлом году и как Ротфронту отказали в регистрации кандидатов по всем уровням. Ты помнишь эту ситуацию? Мы ссылочку поместим под роликом, напомни тем, кто захочет. Можно посмотреть. Можно посмотреть. Поэтому, безусловно, здесь вот так. Но, опять-таки, некоторые СМИ, в том числе и краевые СМИ, поспешили сказать, что Минюст ликвидировал партию Ротфронт. Вот, всем хочу сообщить, кто нас видит и слышит, что не в силах Минюста ликвидировать партию. Потому что не Минюст ее создавал. Минюст регистрирует партии. И поэтому с Ротфронта только лишь снята регистрация. А партийные структуры Ротфронта в регионах, в том числе и в Хабаровском крае, они остаются, они действуют. Люди, которые объединились в партию, единомышленники, они не собираются класть на стол партийные билеты и разбредаться по домам. Они также продолжат свою деятельность за реализацию программных установок партии в новых условиях, когда партия лишена регистрации. Но при этом лишение регистрации оно лишает нас только фактически по-крупному одного права. Право участвовать в выборах. Но нам его так не дают. Фактически. Понимаете? Интересно, кстати. Да. И лишает нас права участвовать в каких-то официальных мероприятиях, как зарегистрированная политическая партия. Вот, например, Совет политических партий при губернаторе. Я раньше в него входил, теперь вот было заседание Совета, но мне не позвонили, не пригласили. Скорее всего, на основании того, что партия как юридическое лицо, регистрация с нее снята, скорее всего, меня вывели из состава Совета, потому что партия лишена регистрации. Но, как говорится, это чисто декоративный орган. То есть мы использовали его для того, чтобы прийти и заявить нашу позицию, понимая, что он мало на что влияет. Однако, это не мешает нам точно так же работать, бороться за интересы трудящихся, не имея регистрации. Даже в выборах мы участвовать можем, если захотим. Но, например, тебя, Игорь, выдвинем от Ротфронта, а вот скажем, вот товарищ Файман, он заслуживает нашего доверия, давайте мы его выдвинем самым выдвиженцем, но везде будем писать, что он сторонник Ротфронта, и что Ротфронт поддерживает этого кандидата. Но этот прием могут использовать и другие, я уже слышал, что и в будущем Единая Россия хочет использовать примерно ту же самую Но Единая Россия хочет это использовать для того, чтобы свое политическое лицо скрыть за маской беспартийности, потому что в Хабаровском крае сейчас немного желающих проголосовать за Единую Россию, а мы-то это используем, исходя из сложившейся политической обстановки, нам нечего скрывать свое лицо, когда была возможность, мы с открытым забралом шли и говорили, вот мы партия Ротфронт и мы готовы бороться. Станислав, в общем, если я правильно помню учение классиков, то революционному творчеству масс и желанию людей бороться за свои права, как трудящихся людей, так и других под знаменами или под флагами Ротфронта не могут помешать никакие минюсты. Абсолютно. Абсолютно. ЦК партии Ротфронт, ЦК РКРП, РКРП, она является ядром Ротфронта, вот, вынесла, ну, приняла постановление о том, что наша борьба продолжается, и мы продолжим нашу деятельность как политическая сила, более того, мы призываем присоединяться к нам и участвовать в реализации наших программных требований. То есть, никакой минюст не в силах отменить партию. Регистрацию, да, но партию ликвидировать нет. Сколько раз мы помним, царские власти закрывали и громили редакцию газеты «Правда» огромное количество раз, вот, но, однако, правда продолжала существовать. Партия большевиков до революции вообще нигде не была зарегистрирована. Нелегальная, да. Однако, это не мешало и жить и бороться. Поэтому, здесь мы не должны испытывать иллюзии относительно того, что вот мы сейчас зарегистрировали, нас пустят на выборы, мы возьмем большинство мест в парламенте и через парламент мы придем к власти. Ну, мы не такие наивные люди. Мы все прекрасно понимаем и вот эти вот возможности участвовать в выборах, они нами использовались и будут использоваться для того, чтобы донести максимально широкой аудитории наши взгляды. Но мы не испытываем иллюзий о том, что власть берется при помощи выборов. Мы прекрасно это понимаем. А почему мы это понимаем? Ну, всех желающих я отсылаю к работе Владимира Ильича Ленина «Государство и революция». Да, потому что, если говорить об этом, то лучше пускай люди сами почитают и поразмыслят. Вот так. Спасибо, что смотрите нас. У нас остается еще несколько аспектов, которые мы очень хотим обсудить с Станиславом. И один из них это, конечно же, Белоруссия. Есть ли какие-нибудь параллели между Белоруссией и Хабаровском? Станислав обещал немножко коснуться Белоруссии, рассказать нам что-то такого, что мы не знаем. Может быть, направить наше внимание в то русло, в которое его направить необходимо. Станислав, что с Белоруссией? Ну, в Белоруссии вообще все происходившее в Белоруссии заслуживает отдельного разговора, конечно. Но я все-таки выскажу свою позицию. Позиция состоит в следующем. Когда я увидел в интернете видео о том, видео, как белорусский ОМОН, белорусская милиция очень жестоко разгоняет протестующих, причем не просто жестоко, и не только протестующих, но и простые люди, которые идут по улице, подпадают под дубинки ОМОНа, когда в людей стреляют резиновыми пулями, травят их светочивым газом, когда довольно жестоко вплоть до того, как человек превращается в один сплошной кровоподтек, превращает людей, разумеется, это вызывает мой протест. Разумеется, это вызывает мой протест, я категорический противник того, чтобы так поступать. Но вместе с тем я прекрасно понимаю, что точно так же митинги, протеста, демонстрации протеста разгоняют в Соединенных Штатах Америки, разгоняют в Испании, Франции и Германии, разгоняют в Великобритании, в Гонконге. В Гонконге в том числе. То есть мы видим, что есть протест и есть реакция власти на этот протест. Почему? Потому что любая власть, любая власть, прежде всего, это инструмент для того, чтобы осуществлять господство тех или иных социальных сил. Любая власть. В данном случае, в данном случае, мы видим, что действующая власть в лице президента Лукашенко, увидев протесты, действительно решила использовать в такой жестокой форме милицию, спецсредства, ОМОН, для того, чтобы подавлять протест. И разумеется, вот такое силовое решение, разумеется, особенно в том виде, в котором это происходило, когда буквально людей избивали до полусмерти, хотя люди и не сопротивлялись, но вот это не может не вызывать моего горячего протеста. Вот этого не должно быть. Этого не должно быть. И надо сказать, что такое же и в России происходило. То есть здесь это вот так. Другое дело, что я не понимаю, когда весь мир указывает пальцем на Беларусь и говорит, вот Лукашенко отличается от всех остальных, это воплощение зла. Вот если говорить объективно, но это средство, которое применил Лукашенко. Это же средство, развитые западные демократические страны применяют настолько часто. И уже столь долго. И столь долго, что люди уже и не обращают внимания в этих странах, что кого-то там, кого-то расстреляли резиновыми пулями, кого-то допустили соточивый газ и так далее. То есть и мой протест вызывает и то тоже, понимаете? Другое дело, что я не вижу причин, чтобы вот, например, из-за этого каким-то образом как-то отдельно выделять Лукашенко среди всех остальных. Хотя это действительно вызывает мой горячий протест. Это двойные стандарты. Это двойные стандарты, действительно. Для меня одинаково противно, когда ОМОНовец лупит мирного протестующего, как в Москве, что в Минске, что в Вашингтоне, что в Мадриде или в Париже. Вот так. Понимаете, в чем дело? Особенно, если этот протест действительно назрел. А в Беларуси люди вышли на митинги не просто потому, что их подкупил Газдеп, а там люди вышли на улице, потому что действительно совершилось политическое действие и это родило противодействие. Потому что действительно фальсификации на выборах президента Беларуси, на мой взгляд, очевидны. И самая-то интересная ирония судьбы состоит в том, что, ну, по моим ощущениям, Лукашенко бы выиграл на этих выборах, если бы они были организованы как положено. Да, причем честно. Эксперты говорят примерно так же, что он бы выиграл в любом случае, его бы поддержало большинство. То есть, где-то 50-55% поддержало бы против 30-40%. То есть, ну, это было бы нормально. Но начались фальсификации, началось закручивание гаек, начались угрозы и так далее. То есть, началось, по сути дела, то, что мы, ну, подчас, видим и в России, да, в регионах, в масштабах всей страны. Вот. И вот это действительно уже говорит о том, что протесты-то обоснованные, что люди голосовали, например, предприятием так, а в результате посчитали совершенно по-другому. И людей можно понять, что это, что стоит за этим. Что люди, опять-таки, высказывают свое негодование этим. Более того, у изрядной части белорусского общества, ну, чисто психологически, да, усталость от пребывания у власти на протяжении 26 лет одного и этого человека. То есть более четверти века Лукашенко на своем посту. И здесь, разумеется, многие люди, они порой, выражая поддержку протестующим Белоруссией, видят только эту эмоциональную часть. То есть, мы видим, произошли фальсификации на выборах, люди вышли в защиту своих голосов, их начали жестоко подавлять, и поэтому необходимо устроить некое событие, в ходе которого Лукашенко отстранит в власти, судить и в власти привести других людей. Вот такая логика порой есть у людей. Но это эмоции. Мы понимаем, что это эмоции. А в политике эмоции это достаточно ненадежный инструмент, который может привести не туда. И поэтому, ну, для меня прежде всего интересно, какова программа не просто у протестующих. Многие люди, которые протестуют, у них нет программы по одной простой причине, что это простые люди, и они вышли выразить свое недовольство конкретным фактам. Да, как и в Хабаровске. А вот у тех сил, которые стоят, например, за этими протестами, например, у штаба Тихановской, у белорусских организаций, так называемых, правозащитных, у националистических организаций, которые у Беларуси есть, какая их программа, чего они хотят. Хорошо, Лукашенко уйдет, будет Тихановская, что она будет делать? Станислав, у них буржуазная программа. Что она будет делать? Буквально недавно, вот, был любопытный казус, я прочитал, кстати, довольно известное агентство «Медуза», привело слова Лукашенко о том, что Лукашенко спрашивал, «Какая ваша программа?» И мы ответили, «А у нас нет программы, у нас нет программы, мы вот против». Но стоит вопрос, хорошо, нет программы, но однако, в принципе, если посмотреть на эти силы, которые стоят под, именно политические силы, стоят под бело-красно-белыми флагами, по сути дела, эти силы по своему существу, по своей программе, это праволиберальные силы. Это праволиберальные силы. Праволиберальные силы, это силы, которые заинтересованы в максимально быстром развитии Белоруссии по капиталистическим рельсам. Сценарию, конечно. Да, то есть с приватизацией, с приватизацией, с интервенцией иностранного капитала, с, опять-таки, с последствием введения контролируемого роста цен, с безработицы, с сокращением социальных гарантий. То есть, вот, по сути дела, это все те рецепты, которые праволибералы реализовали в России в 90-х годах. И на Украине сейчас. И которые в Белоруссии в 94-м году приостановились. Белоруссия не социалистическое государство. Это капиталистическое... Лукашенко не коммунизм, безусловно. Государство это капиталистическое, более того, недавно на канале «Простые числа», который ведет наш шелепартия, Олег Камолов, он достаточно подробно разобрал ситуацию в экономике Белоруссии. Мы видим, что в экономике Белоруссии государство уходит из экономики. Мы видим, что сокращаются социальные гарантии. Мы видим, что Беларусь и по объективным причинам не может обеспечить своим гражданам высокий уровень жизни. Потому что, ну, опять-таки, это все зависит от ресурсов. И в том, что Беларусь находится между молотом и наковальней, в виде Евросоюза и России Лукашенко приходится лавировать. Но при этом мы должны понимать, что если перемены, то какие перемены и для кого? Кто выиграет от приватизации госсобственности Белоруссии? Буржуазий. Собственники, конечно. Капиталисты. Предприниматели. Рабочие ничего не получат. Более того, рабочие могут получить выход за ворота предприятия и закрытые двери за собой. Безработицу. Вот что рабочие могут получить. Сокращение социальной сферы. Это означает, что белорусские граждане окажутся менее социально защищенными. Интервенция иностранного капитала к чем может привести? К тому, что те же самые белорусские предприниматели национальные буржуазии, да будет потеснена она в том числе. Безусловно, да. Вот. И разумеется... Станислав, вы простые люди белорусы. Мы можем оказаться в очередях где-нибудь, там, извини меня, на непрестижную работу в Польше, в Евросоюзе где-нибудь. Конечно. Как и многие другие. То есть, понимаешь, в чем дело. Здесь, безусловно, Белоруссии нужны перемены. Белоруссии нужны перемены. Белоруссии нужны перемены в том числе и во власти, и в политике. Политические перемены. Более того, они назрели. Они назрели. И более того, люди совершенно справедливо возмущены жестоким подавлением протестов. Но, мы должны понимать, какие перемены. Да, мы против этого, но мы за что? Вот за что? Здесь надо понимать, что из всех политических игроков, которые действуют на политическом поле, Лукашенко это не исчадие ада. Лукашенко это даже не самый плохой политический игрок. Все познается в сравнении. Конечно, конечно. Поэтому безусловно перспективы левых, как мы видим в Беларуси, безусловно коммунисты должны быть с народом. И коммунисты должны анализировать ситуацию и показывать перспективы того, куда это выльется. Более того, мы все прекрасно видим, лично я достаточно активно использую социальные сети и видел, как некоторые активисты Майдана на Украине обращаются к активистам в Беларуси и рекомендуют им использовать те или иные методики протеста, которые были откатаны на Майдане в Украине. Но я хочу тут же вспомнить. Февраль 2014 года, когда на Майдане открыто возмущались тем, что протестующие погибли в результате стрельбы снайперов, в результате действий Беркута, были жертвы, так называемая небесная сотня. И многие искренне горевали об этих убитых, о жертвах этого противостояния. То многие же из тех, кто говорил о ценности человеческой жизни в феврале 2014 года, вдруг начали в мае 2014 этого же года рукоплескать, когда правые радикалы заперли в Доме профсоюзов в Одессе своих политических противников и сожгли несколько десятков человек заживо. Дескать, так им и надо этим москалям. И здесь ценность человеческой жизни уже не учитывалась никем. Это опять-таки двойные стандарты. Это опять-таки двойные стандарты. И поэтому мы должны четко понимать, что стоит за этим, какие интересы. Потому что о своих мы будем плакать, а о чужих, о смерти чужих мы будем радоваться. Или тех, кого считаем чужими, их мы будем радоваться. Вот здесь и заканчиваются все общечеловеческие ценности. По сути дела мы должны различать пропаганду и то, что за ней стоит, мотивировку, реальную мотивировку и то, что преподносится публике. Да, мне действительно искренне жаль того парня, которого в Минске сбил автозак. Есть же видео, есть фото. И я вместе с тем прекрасно понимаю, что фактически он бросился под колеса этого автозака. Потому что на видео четко видно, что толпа протестующих бежит за автозаком, куда скорее всего поместили заключенные, чтобы его остановить и освободить задержанных. И он просто пытается броситься на кабину, но промахивается и оказывается впереди автомашины. Водитель пытается вырулить, но у него не получается, потому что расстояние полметра. И он его забивает, он его переехал. То есть и здесь с одной стороны вы понимаете, что если бы автозак въехал в толпу протестующих, это одно. А здесь, когда грузовику бросаются под колеса, очень трудно водителю избежать столкновения. Это другая ситуация. Это другая ситуация. То есть здесь нами действительно должны руководить не эмоции, а анализ того, что за силы, каким силам будет выгодно использование в своих интересах этого протеста. Но для интереса давайте посмотрим, как Тихановская оказалась зарегистрированной на пост президента. Потому что ее мужа Тихановского посадили в тюрьму и не допустили до участия в политическом процессе. Кто такой Тихановский? Он, насколько мне помнится, предприниматель. Он предприниматель. Более того, кандидатуру Тихановского поддерживал на пост президента, поддерживал такой видный деятель белорусского националистической позиции. Лидер БНФ Белорусского национального фронта, как Зенон Поздняк. То есть правый белорусский радикал, но это то же самое, как правый сектор на Украине. Как партия Свобода, украинская партия Свобода со знаменитым Тигнебоком. То есть там радикальная программа в том плане, что белорусы титульная нация, белорусский язык единственный государственный и так далее. То есть это чистой воды такой радикальный национализм. Это все знакомо. И причем замешанный на либеральных реформах в экономике. То есть это все мы проходили, это все известно. И я думаю, что рабочим на белорусских предприятиях очень важно иметь перед глазами урок той же самой Польши, Солидарности, той же самой России, Шахтеров, Кузбасса. Которые поддерживали протесты и высказывались в поддержку либеральной оппозиции, а порой сталкивались с тем, что у них отобрали работу, что у них отобрали бесплатное здравоохранение, бесплатное образование, что они погрузились в нищету. И собственно говоря, здравствуй капитализм. Все за что боролись деды и партизаны во время гражданской войны, отцы великой отечественной, все эти дьяволы. Более того, в одном из городов это видео доступно в интернете. Доверенное лицо Тихановской, выступая перед протестующими, говорит о том, что вот в Германии был Гитлер. И этому великому человеку удалось сплотить нацию и сделать для нации все, что только можно. Он нацией обеспечил место под солнцем. Извини, я не в курсе, кто это говорит? Один из доверенных лиц Тихановской в инстаграм-канале Левого фронта, есть запись с этого митинга выступления. И люди из самой же среды протестующих кричат, нет, мы против Гитлера. И так далее. И вообще... Извини, это про историю. Гитлер великий человек, сплотил нацию. А как насчет Нюрненбергского суда? Об этом ведь, безусловно. То есть, сам факт того, что представитель националистической оппозиции вспоминает Гитлера как пример, причем в Белоруссии, в стране, где каждый четвертый погиб. Где каждый дед партизанин, в белорусских лесах, там же самое крупное партизанское движение. Это просто говорит о многом. Это просто говорит о многом. Это не о них она не говорит, это говорит об умысле. И мне хочется надеяться, что белорусы действительно смогут разобраться в этой политической ситуации. И извлечь уроки из опыта и Советского Союза, и из опыта российской истории, и из опыта белорусской истории. И действительно, не допустить к власти те силы, которые заинтересованы в, по сути дела, при всей вот этой якобы патриотической риторике, превращение Белоруссии, ну вот, в такую, знаете, страну далеко не первого плана. Далеко не первого плана. И при всем при этом здесь надо, опять-таки, четко различать справедливые протесты людей и политические интересы тех, кто хочет этим возмущением воспользоваться. Да, вот так. И поэтому, безусловно, разумеется, на нашей оппозиции, партийной оппозиции, в этих мероприятиях как раз-таки разъяснять трудящимся смысл происходящего, и при этом поддерживать стремление, например, рабочих, расширять свои социально-экономические права, политические права и так далее. То есть, безусловно, перемены нужны, но мы должны понимать, что это не те перемены, которые будут, например, такие, как в Украине, да, или в других государствах, где на смене одной власти приходила другая власть, причем действовавшая совершенно не в интересах народа, да, а перемены совершенно другого толка, потому что, ну вот, давайте вспомним, как все начиналось на Украине-то, на Майдане. На Майдане начиналось с чего? Долой Януковича, слава Украине, мы за свободу, мы за независимость, мы за то, чтобы люди могли высказывать свое слово, за свободу слова, за демократию. Хотим Европу. Да, ну и, да, интеграция с Евросоюзом. И вот эти вот демократические лозунги, демократические лозунги, высказывавшиеся на Майдане, после победы Майдана, спустя через два-три месяца, а то и раньше, во что это обвернулось, во что это обвернулось? Когда посреди Минска избивали до сотрясений мозга, до жутких травм тех, кто не сказал в ответ на приветствие славы Украине, ответ героям славы. И при этом милиция не вмешивалась, и при этом люди были бесправны. Это где на демократии? Где демократия? По сути дела, вот мы получили демократию в разгул правых радикалов, откровенно террористическую диктатуру. Вот мы получили в Украине. Или на Украине, кому как удобно. И чтобы то же самое не допустить Белоруссии, на мой взгляд, вот этим нужно постараться. Нужно постараться, и это отнюдь не означает, что должна быть, например, безоговорочная поддержка Лукашенко. Нет. То есть думать, учиться, развиваться, перечитывать классиков. И причем здесь действительно, на мой взгляд, необходимы требования, которые с одной стороны и подвинули бы Беларусь по пути развития, от тех вещей, о которых мы сказали, а с другой стороны, чтобы они допустили скатывание страны в гражданскую войну, например, или, например, повторение того, чтобы Беларусь утвердилась какая-нибудь правая диктатура. Подальше от фашизма. Да, да. То есть это вполне реальный вариант развития событий, если уйдет Лукашенко. Поэтому здесь то, что в основном появилось в интернете, в телеграм-каналах, в твиттере, как в первые дни после всех этих событий, это эмоции, и я это понимаю. Но эмоции хороши лишь тогда, когда все-таки они не затмевают разум. И мы должны понимать, чем конкретно эта политическая ситуация может обернуться для всех. Для всех. Потому что можно говорить перемен, и перемены нужны, но мы должны понимать, какие перемены, для кого, в каком ключе, и кто от этого будет получать выгоду. А иначе может случиться так, что выгоду будут получать единицы, а страдать будут миллионы. Миллионы белорусов. Вот о чем речь. В завершение, друзья, последний блок остается. Станислав, прошу еще порассуждать тебя. Возвращаемся опять из Белоруссии в Россию, в Хабаровский край. Как, на твой взгляд, будут развиваться события здесь? Страгнозируйте, чего можно ожидать? Вот жаркий июль закончился, скоро уже закончится август. Важда, впереди, если я не ошибаюсь, суд был, по-моему, перенесен. Что будет дальше? Как ты думаешь, как события будут развиваться у нас? События есть несколько вариантов развития. Давайте посмотрим на то, по какому пути хочет направить его власть все протесты. Во-первых, сейчас федеральный центр демонстративно, то есть с использованием пиара, показывает, что Хабаровский край будет щедро финансироваться. То есть щедро будут финансироваться разные отрасли расходов, и федеральный центр будет Хабаровскому краю идти навстречу, вот благо новый в Рио, и он будет работать на благо жителей края. Это, с одной стороны, то, что мы называем попыткой загасить протест финансами. С другой стороны, протест хотят загасить еще и созданием так называемого народного совета при губернаторе, куда бы по мысли власти вошли бы лидеры протестующих. То есть чтобы убрать протест с улицы. Вот вы хотите доносить свои требования, давайте выбирайте по одному человеку от сотни, мы сядем в кабинете и будем разговаривать. То есть вот по какому пути идет власть. Власть поняла, что идти по пути открытого подавления протестов, это себе дороже. Но вместе с тем, наравне с пряником, используется и кнут. Потому что уже более тысячи протестующих, как автомобилистов, так и пешеходов, привлечены к административной ответственности по обвинению в участии в несанкционированных акциях. Людей выслеживают на митингах, идентифицируют, присылают повестки в суд, к ним приходит полиция, их штрафуют. А мы должны понимать, что несколько штрафов по этой статье, это уже переход дело в формат уголовного преследования, и это уже вполне возможные тюремные сроки. То есть вот так. И поэтому не только пряник, но еще и кнут. Власть действует по такому сценарию. Разумеется, вот этот сценарий размыть протест, направить деньги, создать видимость, дезавуировать наиболее активных протестующих. Вот это тактика власти. Она рассчитывает, что со временем, если не делать никаких ослаблений, протест сойдет на нет. Что касается протестующих. Протестующие действительно должны, эти протестующие действительно демонстрируют, что лозунги меняются, лозунги расширяются. Но на наш взгляд, от того, в какую сторону будут расширяются лозунги, зависит и поддержка митингов и шествий хабаровчан в других регионах, так и массовость и возможность объединить вокруг себя еще большее количество наших земляков. Потому что лозунг «Я мы, Сергей Фургалу, свободу Фургалу» это, конечно, одно. Но здесь мы должны понимать, что проблем у края гораздо больше. И вот если протестующие будут сплачиваться вокруг конкретной политической, социально-экономической программы, которая к тому же будет поддерживаться другими регионами России, это позволит, с одной стороны, перешагнуть через такой региональный характер протеста, повлиять на ситуацию в России в целом, а с другой стороны, позволит нам приблизиться к кардинальному решению той проблемы, которая есть в России. А эта проблема, по сути дела, несправедливое социально-экономическое устройство. А именно, корень этого таится в капитализме. То есть, по большому счету, от того, куда повернется протест, зависит, будет ли он продолжаться или сойдет на нет. Он сойдет на нет, если акцентируется только лишь на одной личности Фургала. Потому что сейчас уже, в принципе, очевидно, что власть не выпустит Фургала. Власть будет действовать последовательно и в своих интересах, потому что иначе это означает потерю лица и не кого-нибудь, а Путина. Станислав, извини, а вдруг президент пойдет на нестандартный шаг? Вот от него все ожидают, что он поступит так, а он может поступить, как это делал уже не единожды, иначе. Возьмет и помилует Фургала, а так, как одажды помиловал, например, Ходорковского. Возможно, нет. Видишь, чем делал. Или маловероятно. Даже если он его помилует, это не отменяет факт осудимости и не отменяет той возможности, что Фургал не вернется в политику. Вот такое кресло, да. Вот так. То есть здесь совершенно нет. Ну, или, например, даже если его отпустят. Ну, отпустят его, например, да, выяснится, что он невиновен. Вот, отпустят. Но он все равно не вернется на пост губернатора. Вообще в политику, наверное, будет. Потому что выборы пройдут. Но политику-то, может, и вернется, потому что Жириновский не вечен. А, да, кстати. Да, и к тому же Фургал благодаря всей этой эпопее получил всероссийскую известность. Были даже конспирологические теории, что это чуть ли не сам Владимир Вольфович устроил всю эту провокацию, чтобы избавиться от оппонента, от наследника. Были такие взгляды, но давайте не будем переоценивать конспирологию. Возвращаемся к нам. Да, но тем не менее. То есть у протестов есть вариант либо сойти на нет, либо расширить свою тематику. И либо перейти к новым формам. Да, к новым формам протестов, к новым формам организаций. Станислав, через год выборы, на твой взгляд, Дегтярев, который сейчас в Рио, будет баллотироваться уже на пост реального губернатора? И кто может быть еще в этом списке? Как ты думаешь, появится ли какая-нибудь серая лошадка, о которой сегодня мы ничего не знаем пока? Видишь, в чем дело, Игорь. Современная политическая система в Хабаровском крае, да и в России, построена так, что появление темных лошадок в списках, в бюллетенях на голосование по выборам губернатора, это исключено. Неспроста есть такая вещь, как муниципальный фильтр. Да. Неспроста есть негласный фильтр, который организует администрация президента. Случайных людей в этих списках не бывает. Не бывает. То есть мы это должны четко и ясно понимать. Регистрируют на выборах губернаторов того, кого выгодно регистрировать власти. Если там будет, например, какой-нибудь сильный кандидат, который нарушает этот расклад или не вписывается в эту систему, сценарий известен. Конечно, его просто не допустят до выборов. Вот и все. Вот и все. Поэтому здесь можно с достаточной долей такой четкости спрогнозировать именно такой вариант развития событий. Разумеется, это произойдет, если народное движение не схлунет. То есть бывают такие случаи, когда избиркомы вынуждены кого-то регистрировать, если есть определенная огромная народная поддержка, активность и так далее. То есть бояться. Есть такое. Но будет такое или нет, какова судьба протестов до этого времени, постигнет протесты, если честно, прогнозировать очень трудно. Очень трудно. Но в любом случае, в любом случае, мне хотелось бы напомнить уважаемым товарищам, которые смотрят нас, что существующая система, которая действует в России, она от перемены отдельных лиц сущность свою не меняет. Не меняет. Будет губернатором Фургал, Иванов, Петров, Сидоров, Сливков, Файман. То есть без разницы, если мы посмотрим, кто. Губернатор действует в рамках системы. И он, для того, чтобы действовать как губернатор, обязан выполнять все правила, которые там есть. Иначе он не будет губернатором. Не будет губернатором. Иначе он, собственно говоря, это закономерная логика. Это закономерная логика. Поэтому, разумеется, какие-то губернаторы, они чуть больше делают для народа, какие-то чуть меньше. Но смысл системы от этой не изменяется. Не изменяется. И здесь действительно необходимо менять всю систему целиком. Всю систему целиком. Поэтому выборы, не стоит переоценивать их значение. Но, тем не менее, выборы — это период, когда люди политизируются, когда происходит повышенное внимание к политике. И период, когда, например, разные партии, и наша партия в том числе, может выйти на людей с активной политической повесткой. Хотя мы это делаем и так, но это период, когда интерес к политике возрастает. Наш голос звучит более слышно. То есть в этом смысле да. В этом смысле да, безусловно, мы выборы учитываем как способ популяризации наших взглядов, политических взглядов. Поэтому вот только с этой позиции. А о том, что выборы что-то серьезно могут изменить и в корне изменить ситуацию без массового народного движения, которое было бы, да, без того, что мы называем, например, ну или предреволюционной ситуацией, или революционной ситуацией. Надеяться на то, что выборы могут иметь какую-то существенную роль в чем-то, здесь трудно. Ну и к тому же, да, давайте вспомним, например, опыт истории, вспомним тот же самый Чили, да, когда на волне такой массовой поддержки социалистов, коммунистов, народный фронт, избирают президентом Сальвадора Альенде, и уже через некоторое время совершается мятеж Пиночета, поддержанный Соединенными Штатами, когда столицу Чили топят в крови, и генерал Августе Пиночет становится диктатором на ближайшие долгие годы, да, и ни о какой демократии нет и слова. Вот так, вот, пожалуйста, и законные демократические выборы, да, а стоит за Пиночетом кто? Как раз таки и транснациональный капитал, и те силы внутри страны, ну, к примеру, крупные собственники, которые не были заинтересованы в реформах Альенда. Вот, вот так, то есть, как бы то ни было, даже вот такой позитивный исход выборов для левых, да, он тоже показывает, что это еще не вся победа в руках, когда человек в президентском, даже в президентском кресле, даже в президентском кресле, поэтому мы должны от иллюзий, которые у нас есть, освобождаться и смотреть на ситуацию трезво. Станислав, спасибо тебе большое за сегодняшнюю политинформацию. Всегда пожалуйста. Было очень актуально, интересно, мы надеемся, что в одной из следующих наших встреч мы расскажем вам о книге, которую Станислав подготовил уже. Но это уже в разговоре не о политической деятельности, а о науке. Об истории, да. Ну, а что касается значит, политинформации, то вы, друзья, для того, чтобы разбираться в текущей жизни, овладевайте политической грамотой. С вами был Политинформ, все ссылочки ниже под роликом, свои вопросы и комментарии, пожалуйста, оставляйте, будем стараться отвечать и до новых встреч, всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok